Состав, который включает в себя многих и многих звездных игроков, выступающих в европейских лигах. Одного из звездных игроков, выступающих в европейских лигах, мы видим уже сейчас и в стартовом составе российской сборной. Это, конечно, он, Александр Головин, капитан нашей команды, который приехал из Монако и выведет сегодня, выводит уже сейчас нашу сборную на поле стадиона «Динамо». Это, кстати, отменный совершенно газон потрясающего качества и на нем уже две национальные команды накануне провели предматчевые тренировки. И это уже показатель того, что нет страха за состояние газона, нет боязни разрушить его раньше времени. И первый матч, в котором российская сборная сыграет против команды из Европы, команда, которая готовится к чемпионату Европы, который пройдет совсем скоро, в июне. Довольно универсального. Какая потеря. Это передача Сергея Волкова, которая грозит нам выходом на наши ворота сербской команды. Будет ли удар? Вот он состоялся. Мяч летит, к счастью для нас, мимо ворот российской команды. Андрей Живкович наносил этот удар. Мне кажется, что у него было времени примерно на два с половиной даже удара. Он, может быть, чуть потратил его понапрасну, но вот здесь... Мне кажется, это проще и для футболистов. Классная передача в продолжении атаки от Головина. И можно открывать счет, если пробить мимо вратаря. Подозрительного цвета карточка появилась в руках арбитра сейчас. Давайте смотреть. Действительно, здесь Данил Холусевич сбегает в офсайт. И удар получился таким уже достаточно скомканным. Блокирует этот удар. Голкипер. Петрович. Ау, Милан Гаич-то чуть... То есть могу пустить его в ход. Контакт нарушен. Да, посмотрите, что происходит. Оказывается, красная карточка. Вот это да. Красная карточка защитнику сборной Сербии. Но Драгон Стойкович, чтобы познакомиться с ним, тут ведь нет офсайда. Серьезным, но судим, виднее. Решение в пользу сборной России. 11-метровый удар уверенно реализует Антон Миранчук. Это его седьмой мяч за национальную сборную. И в том созыве команды, вот в этом составе российской сборной, он становится лучшим бомбардиром. Вот шесть мячей у Алексея Миранчука. Здорово, что он сегодня снова играет в позиции атакующей, потому что в ЦСКА он в этом сезоне опять, в этом году календарно стал играть в опорной зоне. Ух ты! Удваиваем преимущество. Великолепно, стандартное положение срабатывает. И кто это сделал? Максим Осипенко! И это не 11-метровый. Нет! Самый результативный из защитников российского чемпионата. Он там шесть забил, правда из них четыре с пенальти. Но два-то с игры за Ростов. И вот с игры за сборную России. И первый гол для Максима Осипенко за национальную команду. Сначала, видите, надо помассировать умную голову. Юниорского чемпионата мира в 2015 году. Но, внимание, опасная ситуация, стандартная у наших ворот. Павлович пробил. Да. Мията Качинович. И проходит пас над Душина Тадича. Опасно! И удар Матвей Сафонов. Опасно! Опасно! Вблизи наших ворот. Ииии! 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 Вот сейчас настоящему простили. Правда, был бы зафиксирован, скорее всего, Овса. Гончинович бил поворотом. А флажок был поднят. Еще раз смотрим. Очень опасные моменты. Как же сыграл Сафонов. Просто красавец. При том, что большую часть времени... Снова угловина мяч. Последние секунды и мгновения первого тайма. И свисток. Поздравляем, друзья. Промежуточный пока так штрих пунктирный. Но все-таки два мяча забили сербов. Один из самых ярких полузащитников сербской команды. Звезда в недавнем еще и совсем прошлом римского Лацио. Наконец-то стал абсолютно своим. В Аталате сейчас он с мячом. Какая игра-то пошла здесь, а? В общем, она такая и шла в конце первого тайма. Мы уже отмечали с тобой, что начался футбол. Быстрый, текучий, живой Александр Головин с мячом. Выбирает адрес. Нашел адрес. И первый же удар. Сразу с ударом начинает Горшков. Горшков. Гаеча с поста правого защитника сборной Сербии. Ой, как красиво Горшков сыграл. В подкате Касани. Ой-ой-ой-ой-ой. Это очень здорово. Я на секунду поверил. Скажу тебе честно. Да. Посмотри, какая здесь обработка мяча в подкате. Оп. И сразу передача на Головина. Вероятно, будет заменяться. Ну, дождемся замены, чтобы понять точно. Сейчас атакует российская команда. Головин принимает мяч от Алексея Миранчука. Дальше Горшкова. И удар Касани. Какая красота. И удар Касани. Алексей. Алексей Миранчук. Но он благодарит Горшкову. Потому что классно в Касани сыграл. Просто здорово, Юрий. Слушай, Антон Миранчук забил. Алексей Миранчук забил. Братья забили в одном матче. И каждый из них забил по седьмому мячу за национальную команду. Я думаю, что там сейчас прозвучала фраза. А ведь когда-то все это сделали, да? Нет. Я думаю, что сейчас Миранчуки просто Горшкова в качестве третьего брата Миранчука. Да, Миранчук-Горшков. Они просто включили его в семью. Мягко говоря, неприлично. Так, внимание. Александр Митрович. Очень серьезный человек. Но первый его удар. Мимо ворот Матвея Сафонова. Митрович это настоящая голевая машина. Когда еще пока не чемпионат Европы. Здесь он может взять паузу и подлечиться. Внимание. Передача головина. Миранчук Алексей. Эта связка, мы уже видели, действует. И умеет делать дела. Да, кстати, Влахович, играющий по юношам в региональной Бундеслиге. Север-Северо-Запад стал однажды лучшим бомбардиром, забив 24 мяча за сезон. А мы могли забить четвертый. Это Захарян. Всего-навсего четвертый. Но какой четвертый? Чей четвертый? Да, Арсен Захарян. Был готов отличиться за сборную. Как здорово сейчас сместился центр. И это его голы на этом стадионе. Сколько вы таких видели? Алексей Миранчук классно отдал этот мяч. Александр Головин здорово убирает на месте Самарджича. Буквально пас в штрафную площадь на весной. И здесь уверенно играет Сержан Мияйлович. Но все-таки атака продолжается. Удары штангой. И отскок мяча удачный для наших. К основе, наверное, тоже готов. Еще раз смотрим. Это как раз момент обстоятельства Сергеевский. Да, причем тут не просто штанга. Сейчас перешел в опорную зону. Ну а мы этот угловой решили подавать. И дело закончилось ударом Хлусевича. Нет сегодня каких-то отрезков провальных у российской команды. Захаря! Ой-ой-ой-ой-ой! Это было! Это было опасно. Знаешь, что на динамском стадионе есть же традиция? Да, за пять минут гонг. Ну правда, сейчас не 85-я, а 82-я. Но Арсен так соскучился по родному стадиону, что решил звякнуть в эту рынду. Чуть пораньше. 23 тысячи. Угловой вообще сегодня очень оригинальный. Все стандарты нашей команды. А исполнители блестящие. Александр Головин, я не хочу его стоит. Но даже с его уходным мы видим. Как-то развернуться в этом смысле и показать свое преимущество, что оно вообще есть. И он сумел это сделать. Сумел Арсен Захарян забить. Вот бенгальский новогодний огонь. Фонтан, бьющий отовсюду на стадионе Динамо. Экс-динамовский футболист Арсен Захарян забивает свой первый гол за национальную сборную России. Слушай, ну а что же делал Джорджи Петрович? Почему он так самер? Он не видел момента удара. Не видел, да, защитники все перекрыли. Удар был плотный. А гол проверяют. Так, а что здесь может быть не так? Я, честно говоря, повторю. А, нет. А, нет, нет. А в сайт оказывается у кого? Рануко порадовались. А, да, да, да. С переменным успехом состав Евент стал попадать. Не попадает он на кно. Ой, Матвей Сафонов! Матвей Сафона! Что-то знает про голосование на лучшего игрока Матвей Сафонов. Слушай, ну какой. Но при этом и, наверное, уважение к тому, что все-таки наше сборное делает. Арсен Захарян. Это пас! Это пас! Он не забил, а забил Сергея. Посмотри, что делает этот Киван Сергеев. Форвард-похититель счастья своих друзей. Он похитил гол у Захаряна и забил с его передачи. Да. Но на общую нашу радость. Посмотрим сейчас, правда, на Ардаке Ардаршлера. Не отменит ли он в этот раз гол. Вдруг тоже какое-то положение игры там обнаружится. Так, Зиньковский поучаствовал. Да, Зиньковский, Захарян. Да нет. Ну здесь все пригласно. Ну что ж, Антон вышел, сделал голевую передачу. Гол Иванович. Упражняйтесь в остроумие, но, во всяком случае, он это делает регулярно. Он выходит и забивает. Лучшим игроком этой встречи вы, друзья, до голосования. В телеграм-канале Матч ТВ признали Александра Головина, нашего капитана, который организовал два забитых мяча. Валерия Карпина. Поздравляем и благодарим, конечно, Драгана Стойковича, главного тренера сербской сборной. 4-0. Наши сегодня побеждают сербов.